Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok 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 Мы пойдем к телу. О, конечно. Мы в городе. Наши родители биркутские, мы думаем, что мы в Курске. Но нет, что здесь есть. 2-3, а здесь есть. Чтобы собрать 3-4 тысяч тонны, нужно подогнать. Ну да. Надо пытаться. Надо пытаться. Плава ценой заинтересовать. Вентилятор. Вентилятор. Если вас интересно, мы можем показать всю технику, которую... и потом где вентиляторы, чтобы у вас была картина полная. В 15. До 15. Еще? Нашу заинтересовать. Это 15 на производстве. Все собирать пробую. Это самые люди. Пятерочки, знаете? Можете подняться наверх, и можем рассказать, что там такое. Это необходимое, да? Да. Встань. И посмотри на чем тут. А что это? На газу дорожки? Ну на чем? Я не вижу. Открыть не могу? Да. Ага. 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 Транс. двухы, И за счет таких колоббий не было, потому что котелы, если напрямую заедить, то это будет что-то беспокойное. Газовая котельная, можно зарегистрировать Ростехнадзор, нужно обучить людей, выдать удостоверение. А это ничего не надо. Засыпало, ну и пускай дует. Главное, чтобы трезвые. И не сгореть, никуда не залезть. Здесь можно подняться шланги, это для того, чтобы заправляли систему, дальше через спецнасосы. Дальше проходит подальше. На каждой контур он насос свой, да? Да, да. Там и подача, и обратка, и все тут проходит. И дальше теплообменники обогрева воды. Нагнетают в эти вот камеры. Внутри будут заправлять. Внутри будут заправлять у нас такая сцена цепляция, чтобы она не залезет. Здесь огромное... А это дутье? Внутри будет теплоноситель, который проходит через, скажем так, радиатор. Это теплый водой. Нагнетают в эти вот камеры тепловые. Камера сделана таким образом с двумя рубашками, что не проходит по сторонам. Типа вода... Ну, сутки же... Показывайте. Мне больше двух. А теперь кто окажется? А потом вообще с гиберой будет? На любом бомбе будет. Не как? Ну, а... Можно вот вокруг прямо согрелся? Вот сняли вы пробу 30 тонн, а может Меркурий еще надо? Сначала мне было объяснено, что нужен Меркурий. Вы же не приезжали, не говорили? Не говорили условия, хотя бы мне сказали. Я сказала, ребят, Меркурий. Они колебуются, надо или не надо. Время придет надо, но сейчас они не понимают, не сознание, Что сейчас надо? У вас документы на то, что вы частник. Вы не понимаете, что вас владеет в страну. Вы как индивидуальный, как физический или так, имеете право регистрироваться и получать в том же Меркурий. Даже не вам нужно. Вы приходите в Годорчу, например... Да я знаю. Я знаю. Я сама в Меркурии. Я знаю. Но люди еще не сознают, что Меркурии надо. И уже мед отобран. У нас в Меркурии там человек пять. А остальные пятнадцать три Меркурии. А пробу уже взяли. Я же говорю, пробу взяли. Мы говорим, дядя Миша, смотри, проба хорошая. Надо регистрироваться. И мы с нами найдем решение к нему. Вот они старые. Я в Мерокурске не даю. В Мерокурске откроем интернет в телефоне. Не зарегистрироваться. Да это решить. Самое главное вызвать анализ, а потом порешить все. Главное, чтобы анализ. Да, да. А то тоже решить тогда. Может быть, можно будет. Какой текст? Не-не-не. Обманут. Смотри. Быстро. Два. Вон не ушло. Вот кто-то, что. Я прошу. Я прошу. Да вообще. Это вообще нафиг не шел? Ну все. Ну если вообще. Нет, конечно, не просто. Продолжение следует... 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 Килограмм-два, кричишь на мой дом, он всегда поскопит, пожалуйста, он готов. А я это съест. Но он это съест. Но они не знают. Те страны, куда он инспектирует, не знают. Для них это в диковинку и запах. Ами маж, они считают, что рост. Часть из них считает, что это просто испорченный, плохой мир. Они не понимают. Нерамотный народ. Нет, они просто, знаете, не понимают, откуда пришли. Думаю, что добавили красителей, добавили запаха. Они в речку не знают, как растили. Я в Поднестрове гречечный мед продаю. Один говорит, какой вкусный, только другой буду ее искать. А второй говорит, твой мед пахнет хлопанным. Что без него? У кого какие-то... Кусовые рецепты. А где у вас гречка? Я ему рассказываю, в каких полях ты бы комбинат посеял гречку и так далее. Не знаю. Когда не знает, человек не берет. Да, да, да. Какая-то тюрьма девушка всю жизнь пчеловой делал. Никогда такого черного меда нет. Когда бросил ему поля в ткулу, когда запах гречки, и он понял, что вот мед произведенный. Возможно, до него дошло. А за гречкой нужно быть и она цветет. Да. Когда за... Мед дам пахнет. Она пахнет. Она пахнет. Она пахнет. Да, да, да. У нас же всегда оценился высший соц это гречневый. Остальные соц это потом. Это да. А вы сами откуда? С какой области? Я с Молдави, с Пронислави. Молдави? Ну и как? И живете здесь или как? Перевожу. Мы учились вместе в 80-х годах. Подмену студентов меня направили. Мы с Фернем учились на одном курсе. А русский язык? У вас какие? У меня молдавский родной. Русский знаю. А помегирский. Учился же здесь, в Молдавии, в Советском Союзе. А потом уже подмену студентов там и встретились. Мы все дети Советского Союза. Ну да. А когда потребность от человека мог бы объяснить и разъяснить, то созвонились и приехали. И пока мы подросли, Советского Союза не стало. Да, да. Советский Союз это было. Это конечно. Продолжение следует. Ома! Еще? Вопросы? Все наверное. Возможно достаточно. Мы вас утомили уже. Обязательно. 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 Если не буду узнавать, говорите. Скажем. Мы напомним, что были вас. Очень благодарны всем. Особенно. Женщины. Потому что женщина руководитель. Ну, знаете что. Судьба свела меня. Всю жизнь я посвятила пчеловодству. Я не предала. А если ты сказал, что ты уже 40 лет? Всю жизнь. 40 лет это немало. Полностью. Я полностью кнулась. Я когда пришла к специалистам в 82 году, сразу села на мотоцикл. Потому что у меня обязанности были. Ездить по колхозам и делать ревизии. Объяснять. Мы должны были. Все сами. Я колхоз, колхоз. И по крайней мере. Мы тут начинали. Мы тут начинали. Мы тут начинали. Мерку и термейки. Так что жизнь окунула. И я осталась довольна и благодарна. Мне один московский пчеловод сказал. Пчеловод это от Бога данная профессия. Не все же могут водить. У кого-то аллергия. У кого-то что-то. Так что кто пчеловод. Домашний. Это предназначено талантом и судьбой. И так само случилось. И он говорит, что Бог дал или Бог побил этим. Потому что это тоже как наказание. Да нет. Это радость. Это радость. Это радость. Это радость. Это просто избиение какое-то. Да ладно. Это радость. Вы вовремя на наемное место. На 10 человек. Это сколько семей? На 10. На 10. Это на 800? Один человек. Да. Двадцать человек, а четыреста семья получается. Ну и когда идёт по рамам, то тысяч человек будет временно наёмная семья. Ладно, познакомились, дальше будем больше, как говорится, работать, узнавать друг друга. Всё, спасибо. До свидания, всего доброго, удачи вам. На улице фото. Фото на память около вашего здания.